Здравствуйте! Правительство планирует проиндексировать пенсии с 1 февраля 2016 года на 4%, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Во втором полугодии, добавил он, не исключена дополнительная индексация, если на нее будут дополнительные доходы бюджета. Комментировать вопрос о том, принято ли официальное решение о заморозке накопительной части пенсии на 2016 год, Улюкаев отказался. Вопрос возможного повышения пенсионного возраста, по его словам, еще обсуждается. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что окончательное решение о размере индексации пенсии в 2016 году будет принято лишь 7 октября. Тогда же, по ее словам, будет решен и вопрос о дальнейшей судьбе накопительной части пенсии. Решение о банкротстве авиакомпании «Трансайра» принято. Это произошло на совещании Дмитрия Медведева. Банкротство является единственным выходом из сложившегося положения. Долговая нагрузка компании оценивается в 250 миллиардов рублей. Продажа билетов на рейсы авиакомпании прекращена. В Аэрофлоте заявили, что ответственность за вывоз пассажиров «Трансайра» возьмут на себя другие перевозчики «ЮТЕР», «Сибирь». Со своей стороны, компания гарантирует пассажирам перевозку и возврат средств, если рейс «Трансайра» будет отменен. В Ассоциации туроператоров России отметили, что уход с рынка крупного перевозчика повлияет на рост цен на авиабилеты. Штрафы за просрочку по ипотеке ограничат. Общероссийский народный фронт разработал поправки, которые защитят заемщиков от произвола банкиров. Имеется в виду начисление штрафов и пений. Поправками предполагается установить максимальную неустойку в размере 20% годовых. Предложение депутатов заполняет пробел в законодательстве, когда по ипотечным кредитам не ограничивается объем штрафных санкций. Как объясняют ВНФ, в настоящее время многие заемщики столкнулись с проблемой резкого снижения доходов и трудностями в оплате кредитов. Совокупная задолженность россиян составила уже около 1 триллиона рублей и имеет тенденцию к ухудшению. Национальная система платежных карт опубликовала правила и тарифы для своих карт МИР. Их утвердил наблюдательный совет, сообщается в официальном пресс-релизе. На выбор предлагаются несколько видов карт – дебетовая и предоплаченная карты, классическая дебетовая карта с овердрафтом и кредитная карта. В частности, ставка по оплате товаров, услуг по дебетовой и предоплаченной карте МИР номинированная составляет 3-4 рубля. А по прочим продуктам 0,5-2% от суммы операции отмечается в сообщении. Автомобильную дорогу в обход Чусового построит компания из Тюмени. Подведены итоги аукциона на строительство обхода города Чусовой. Победителем признана компания «Мостострой-12», которая построит участок за 1,9 миллиарда рублей. Напомню, заказчиком этих работ выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Строительство обхода Чусового включает в себя проведение буровзрывных работ, возведение мостов через реки Усева и Вильва, а также путепровода через железную дорогу. Дорожные работы продлятся с момента заключения контракта до 15 сентября 2018 года. На этом у меня все. Удачи в делах.